Друзья, всем привет! Перед началом просмотра этого ролика обязательно поставьте мне лайк и напишите какой-нибудь комментарий. Если нечего написать, напишите спасибо, братан. И обязательно, если есть возможность, поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это много времени не займет и много вашего внимания тоже. Поэтому вы мне очень поможете и очень будет классная мотивация. Ну и теперь переходим непосредственно к просмотру этого ролика. Каждому из вас хотелось бы, чтобы ваш двигатель выглядел более чище. Каждый раз, когда мы ездим по пыльным всяким грязным дорогам, у нас собираются на двигателе всякие осадки пыли. Вот можно посмотреть на этот двигатель, вот посмотрите, что у нас происходит. И много автовладельцев хотят его помыть. А помыть сейчас ходит хит такой, заехать на мойку и вам керхером все это выбьют, выдуют. Но ни один автомойщик вам не дает никакой гарантии, что после мойки такой ужасный. Ваш автомобиль заведется и нормально будет работать. Никто вам такой гарантии в жизни не даст. И я хочу сегодня рассказать, что нужно делать, как правильно нужно подготовить автомобиль к такой чудо-мойке. Что нужно запрятать и что нужно все-таки делать по пунктам. Поэтому смотрите, раз уже вы решились на такую мойку, перед тем, как приехать к мойке, нужно дать автомобилю остыть. Остыть почему? Потому что когда холодная вода попадет на коллектор, то есть на выхлопную трубу, она попросту треснет и развалится. Я такое уже видел и такое уже я проходил. Действительно видел, когда человек приехал в спешке, давайте, 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 потому что мне нужно ехать. Вот, начали мыть и коллектор попросту треснул. Поэтому перед тем, как подготовиться к мойке, нужно дать автомобилю остыть, после чего можно уже заехать, он быстро не нагреется или затолкать. Вот это первое правило. Второе правило правильной подготовки, это обязательно снимаем клемму. Или одну, или две. Но я советую лучше снимать две, потому что в процессе может какая-то из клемма кислится. Даже если какая-то клемма все-таки у нас снята. Две клеммы снимаем обязательно, это второе правило. Третий пункт, нам нужно запрятать все вот такие вот фишки, куда подходят провода. Вот видно у меня вот фишка. Ее обязательно нужно замотать или целлофаном, или чем-нибудь еще. И вот еще один момент, вот у нас блок предохранителей. Эта вот коробочка не дает нам полной гарантии, что сюда не попадет вода. Ее тоже желательно закрыть, то есть чем-нибудь, каким-то целлофановым пакетом. А после чего, когда уже автомобиль помоется, можно даже намочить тряпочку и мокрой тряпочкой протереть. И если у вас уже произошла вот такая вот мойка, вы выдули всю грязь, всю пыль, никогда не заводите автомобиль сразу же после того, как вам его почистили. Обязательно дайте автомобилю пару часов, чтобы он высох и вся вода сбежала на низ. Обязательно, ни в коем случае нельзя заводить автомобиль. Пусть вся вода высохнет и тогда уже можно пытаться заводить и смотреть, что оно покажет и как автомобиль будет работать. Поэтому, друзья, я считаю, что это полезное видео. Если вам понравился этот видеоролик, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok